МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Кировском районе Самары горели сарай и частный дом. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Самарской области. Пожар произошел по адресу улицы Лесная, 4-я линия, дом 38В на общей площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет, в 17.03 огонь ликвидировали, уточнили в ведомстве. На месте работали 12 специалистов и 3 единицы спецтехники. В Струковском парке прошла танцевальная ярмарка «Продвижение», организованная школой номер 12. Мероприятие прошло при поддержке президентского фонда культурных инициатив администрации Самары и МАО «Парки Самары». Посетители ярмарки приняли участие в мастер-классах и интерактивах, где освоили различные танцевальные стили и техники. Гостям также были представлены показательные выступления танцоров. В завершение гостей праздника ждал гала-концерт лауреатов конкурса. Прио-губернатор Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня особо охраняемых природных территорий в Самарской области. Он подчеркнул, что День особо охраняемых природных территорий еще раз напоминает самарцам о разнообразии родной земли и необходимости ее сбережения. Достопримечательности нашего края – Жигулевский заповедник, национальные парки «Самарская лука» и «Базулукский бор» известны далеко за пределами региона. Сберечь все это для потомков – наша общая задача. Ее решению способствует национальный проект «Экология», реализуемый по решению президента России Владимира Путина. В Самарском этнопарке «Дружба народов» прошла арбузная вечеринка. Гости могли поиграть в настоящий арбузный боулинг. Вместо привычного шара используется полосатый. Арбузом нужно было сбить кегли. Самые маленькие посетители учились делать вееры из бумаги. Также работали 10 национальных подворий, где проходили мини-экскурсии. Врач рассказала, как подготовить ребенка к учебе в школе. Постарайтесь заранее вернуть привычный распорядок дня ребенка. За пару недель до завершения каникулы школьнику нужно ложиться спать и вставать пораньше. Родителям важно поддерживать умственную активность ребенка перед началом учебы. Необходимо дать мозгу сигнал, что пора возвращаться к активной работе. Но умственную нагрузку нужно увеличивать постепенно. Также стоит привести в порядок рабочее место, убрать лишнее со стола, разложить учебные принадлежности и повесить расписание уроков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова